Привет, друзья, на связи с вами Серега. Спасибо за лайки, подписывайтесь на мой канал, ну и конечно же делитесь этим видео. Итак, этим уроком я открываю серию занятий, в ходе которых мы нарисуем вот такой вот дизайн сайта. Видите, как он у нас получится, причем мы будем импровизировать, то есть мы не будем рисовать все точь-в-точь, а мы возьмем просто вот эту общую схему и нарисуем, может, чуть-чуть по-своему. То есть пиксель в пиксель, как говорят, пиксель перфект у нас не получится. Я специально буду делать именно так, потому что, ну, согласитесь, неинтересно перерисовывать все в один и тот же, так сказать, пиксель к пикселю. Итак, в принципе, чтобы начать занятие, что нам необходимо? Вам понадобится программа Photoshop. Если вы хотите, чтобы она была настроена точно так же, как у меня, то я в описании к этому видео на канале YouTube выложу ссылочку на урок, где я показывал, как я настраиваю свою программу Photoshop. Настроить у вас будет все точно так же. Следующий момент. Вам также понадобится папочка с файлами-заготовками. Это будет архивчик PSD-LINE. Опять-таки, описание, точнее, ссылочка на скачивание будет в описании под этим видео. Проходите, скачиваете этот архивчик и распаковываете, получаете эту папку. И вот с этой папкой мы уже начинаем работать. Внутри этой папки вы найдете парочку картинок, три штуки всего их будет. Это будет наш вот такой фон с коронами, потому что это платный фон и в бесплатном виде я его не нашел. Дальше. Вот такая коробочка, которую я нарисовал. Опять-таки, можете использовать любую свою, можете мою. Ну и для того, чтобы вы видели, что у вас получится в итоге приблизительно, у вас будет вот такая картинка PrimFull.jpg. То есть, вот это то, к чему мы будем с вами стремиться. Все остальное, фоны, иконочки, все, что здесь используется, картинки вот этих дядек, все это мы уже будем искать сами в интернете. Для того, чтобы вы поняли, ну, чтобы вы понимали суть работы веб-дизайнера. То есть, чтобы вы могли чуть-чуть сами найти нужную графику, нужную иконку и вставить. То есть, подобрать сайт в итоге под себя, если вы захотите. Отлично. То есть, я так считаю, что у вас будет больше опыта. Теперь скачивайте, пожалуйста, вот эту самую папочку, распаковывайте и начинаем работать. Открываю программу Photoshop. Давайте мы сразу нажмем файл создать. Здесь мы выставляем ширину. Ну, давайте я сделаю 1400 пикселей и высота приблизительно, ну, я даже не знаю, сколько там высота. Давайте мы поставим 4000 пикселей. Разрешение 72 пикселя на дюйм. Цвета RGB 8 бит белый. Все, в принципе, это то, что нам надо. Жмем ОК. У нас получается, точнее получится сейчас вот такой длиннющий документик. Так, и давайте мы его сразу сохраним. Файл сохранить как. Так, и я его, пожалуй, сохраню прямо в нашу папочку PSD-Line. Вот здесь пускай он и будет. Итак, тут мы тоже напишем PSD-Line. Жмем сохранить. И у нас в итоге получается наша PSD-шка. Ну что ж, теперь мы можем начинать работать. Еще момент один важный. В папочке вот этой. Так, давайте я это закрою. Вот. Здесь у нас есть папочка шрифты. То есть я долго сидел на Google Fonts, на других сайтах, выбирал, каким же шрифтом все это сделать. И в итоге я склонился, что буду работать именно со шрифтом Работа слаб. Это бесплатный шрифт. Вы можете его скачать в интернете, либо опять-таки воспользоваться вот этой папкой, которую я дал. Вы просто-напросто жмете два раза и жмете здесь установить. Видите, кнопочка в появившемся окошке. Либо выбираете все шрифты правой кнопкой. И тут есть пункт установить. Устанавливайте их себе на компьютер, и они у вас появятся в программе Photoshop. Если не появились, то тогда закрывайте программу, открывайте снова, и на этот раз они точно будут. Итак, поехали. Я делаю размер один к одному. Вот здесь видим масштабирование. Либо просто-напросто я нажимаю Ctrl-1. И у меня сайт становится один к одному. Чтобы было больше места, давайте я покуда сверну вот эту панельку. И у нас тут все начинается. Движуха, так скажем. Так, во-первых, давайте подумаем, какая будет ширина сайта. Я предлагаю, в принципе, тут сильно не мудрствовать, сделать все прямо и понятно. Давайте мы поставим ширину сайта в 1000 пикселей. И сделаем так, чтобы этот сайт был немножко посередине. Так, я нажал Ctrl-1, у меня масштаб чуть уменьшился. И, в общем, у нас здесь получается 1400 пикселей ширина. Чтобы сделать здесь 1000, мы отступаем, ведем вот на линейку направляющую. С линейки ведем на 200 пикселей. Так, я нажимаю Shift, и у меня привязывается к системе координацию это дело. 200 пикселей. Опять-таки навожу на эту линейку, зажимаю кнопку мышки и дальше веду. И с этой стороны я ставлю на 1200. И таким образом у меня получается сайт посередине, и рабочее пространство отсюда будет идти ровно 1000 пикселей. То есть то, что, в принципе, нам и надо. Так, теперь двигаемся дальше. У нас, получается, будет идти вот такая шапочка, да, темная. Потом будет идти белый фон. И здесь получается сверху надпись, коробочка и какая-то форма подписки идет. Поэтому, что мы делаем сейчас? Мы заводим один отдельный блок. Давайте мы в слоях здесь заведем новую группу и напишем фон шапки. Фон шапки вверх. Вот так вот. И уже вот в этой самой группе мы с вами заведем инструмент, точнее фигуру прямоугольник с прямыми углами. И начинаем ее заливать. То есть сделайте, пожалуйста, побольше, потому что через что мы потом поднимем вверх до нужного нам состояния. И у нас появляется вот такой вот черный прямоугольник. В принципе, здесь я пока предлагаю не скакать по нашим фонам, не искать какие-то картинки. Все это мы подберем в конце нашего курса маленького. А просто-напросто идем в слои. Два раза щелкаем по прямоугольнику. Появляется окношка стиль слоя. И здесь мы выбираем наложение цвета. И выбираем 3D. Так, у меня тут все появляется не в видео. Вот тут вот вводим 3D, 3D, 3D на латинице. И у нас появляется вот такая шапка. Можно даже, в принципе, ее сделать немножко потемнее. Давайте я вот так вот сделаю. Окей, окей. И у нас появилась вот такая шапочка. Что ж, замечательно. Обратите внимание, мой слой прямоугольник 1, он находится внутри группы фон шапки вверх. Так, дальше. Можно даже, давайте, переименуем шапка вверх. Шапка вверх. Отлично. И теперь давайте мы разместим название и описание нашего курса. Точнее, у нас тут будет немножко наоборот идти. Сначала описание и потом название. Система власти над собой лев. Итак, я выбираю инструмент текст. И наш текст, вот верхний, его надо расположить ровно по центру нашего сайта. Поэтому, что я делаю? Я зажимаю здесь кнопку мыши, вот на этой направляющей. И введу вот так вот прямоугольник текста. Щелк. У нас получается вот такой текст. Так. Дальше открываю панель символ. Так, здесь у меня уже стоит шрифт работы. Я просто недавно делал сайт на этом шрифте. И здесь мы, получается, должны написать. Так, цвет давайте я тоже тут выставлю беленький. Но вы чуть что ставьте шрифт. Вот именно работа выбирайте, если у вас другой стоит. Так. И тут начинаем писать. Система власти над собой. Отлично. У нас получается вот такая надпись. Теперь идем в абзац. Вот сюда. Или вот тут вот абзац, видите. Щелкаем посередине. Идем назад в символы. И выбираем. Во-первых, нам необходимо сделать текст, чтобы он был большой. Поэтому я здесь жму большие клавиши. Точнее, большие символы. Так, все прописные. Дальше. И сам шрифт у нас тоже должен быть побольше. Давайте поставим 48. В принципе, покуда нормально. Так. И здесь выбираем SYN. SYN это значит тонкий. Либо light. Видите. Либо SYN. Ну, мы сейчас это посмотрим. Давайте я сделаю размер один к одному. Так. Сейчас, минуточку, у меня тут сбилось. Нажму enter, чтобы выйти. И теперь перемещаемся вверх. Система власти над собой. Ну, в принципе, нормально видно. Но, наверное, все-таки... Так. Давайте посмотрим. SYN. Давайте light поставим. Так. Вот так уже будет получше видно. Нашу систему власти. И, в принципе, это то, что нам сейчас и надо. Что ж. Замечательно. Теперь двигаемся дальше. А дальше мы давайте разместим сначала коробочку. Чтобы видеть, на каком уровне размещать надпись лев. Так. Поэтому вот эту коробку я просто-напросто перетягиваю в свой фотошоп. Щелк. И вот она у меня тут появляется. И давайте я сразу же сделаю размер ее поменьше. Так. Кто не знает, у кого появится не таким образом. Давайте я сделаю вот так вот. У кого появилось не таким образом. Идете вот сюда в редактирование, в трансформирование и масштабирование. И можете менять размер картинки. Так. И здесь мы выставляем размер. Давайте покуда 50 поставим процентов. Нажмем на связку, чтобы высота тоже применилась. И у нас появляется вот такая коробка. Давайте вот. В принципе, мне кажется, нормально. На данный момент нормально. Так. Давайте мы ее тут поместим. Пускай она тут будет. Опять-таки, я все делаю на глаз, ребята. Я не знаю, как у меня там, какие размеры. Я специально не смотрел, чтобы, ну, так сказать, побольше приблизить вас к рисованию сайта. Потому что рисовать то, что я уже делал точно так же, это даже мне неинтересно. Так. Теперь, в принципе, коробочка у нас стоит. Отлично. Давайте мы разделим наш экранчик еще пополам. То есть, у нас тут получается же идет как? В дизайне, видим, с одной половины идет коробка, с другой подпиской. Тут, в принципе, тоже, видите, все на половинке так разбито. Поэтому давайте мы сделаем линию, которая будет все разделять. У нас документ шириной 1400 пикселей. Давайте мы поставим 700. Вот. И мы сразу видим, что мы можем делать дальше. Что ж, в принципе, здесь мне уже все нравится. Осталось разместить название Лев. Давайте мы это сделаем. Выбираем инструмент текст. Выбираем, опять-таки, как мы делали здесь, текстовое поле. Вот так вот ведем. Щелк. Отлично. И тут давайте мы напишем по-другому, как на коробке у нас написано. Видите, Лев, да? Давайте мы тоже Л, точка, Е, точка и В. Вот. Получилось, по-моему, хорошо. Теперь нам эту надпись надо немножко увеличить. Давайте мы перейдем в символы. И я ее хочу увеличить так, чтобы она немножко, ну, получается, стала на уровне, не знаю ли так получится, на уровне вот с этой буквочкой Е. Так, давайте мы перейдем в символы. И здесь выберем текст 72. Ну, в принципе, тут и так уже здоровый текст получается. Ну, давайте сделаем еще больше. Интересно, что будет просто-напросто. 90. О, по-моему, хорошо. И опять-таки, в принципе, мы можем сделать здесь начертание с син. Вот так. Но, смотрите, на самом деле, когда вы рисуете веб-дизайн, очень важно, чтобы потом верстальщику было легко это все сверстать. А здесь получается, когда мы подключаем много шрифтов с различным начертанием, это получается, нам надо будет их подключать к сайту самому. А это будет уже влиять на скорость загрузки. Поэтому здесь, в принципе, начертание не критично, поэтому я поставлю начертание, как и тут. То есть, тут у нас light, и здесь я тоже все-таки сделаю light. Вот так вот. И получается такая надпись. Теперь давайте мы опять перейдем в символ. Видим, как у меня здесь все выставлено. Сделайте у себя так же. И затем выберем цвет. Цвет, в принципе, я выбираю такой же, как и на коробочке вот здесь. Если получится. Так. Вот. Давайте я все-таки вот сюда. Можно, в принципе, его даже чуть-чуть сделать. Так. Чуть-чуть сделать по-другому. Окей. Вот. Ну, наверное, мне кажется, хорошо видно. Но, опять-таки, мы это все потом будем с вами переделывать, когда уже полностью нарисуем дизайн, применим сюда фоны, и, опять-таки, будем подбирать заново все цвета. Итак. Тут, в принципе, у нас все нормально. Теперь давайте я вот этот сам символ лев. Я перемещу пониже. Так. Так, выбираю лев, слой, выбираю инструмент перемещения, и на стрелочках в клавиатуре я перемещаю вниз, так, чтобы мне нравилось. Я особо не привязываюсь к сетке, на глаз смотрю больше. Так. И теперь коробочку мы тоже переходим в слои, выбираем слой с коробкой, line box, вот он у меня. Опять-таки, инструмент перемещения, и я тоже опускаю, чтобы она приблизительно на глаз была на одном уровне с нашим львом. Опять-таки, все это потом будет компоноваться, поэтому сейчас особо к этому не придирайтесь. Итак, получилась вот такая штуковина. Теперь переходим в слои, выбираем прямоугольник, который был у нас фоном. Давайте фон шапки. Так, фон шапки вверх. Вот так я выберу. И вот этот прямоугольник мы давайте переместим повыше. Так, что-то у меня не перемещается ничего. Так. А вот, лезет, ползет. Давайте я вверх подниму его вручную, так будет проще. Так, смотрим. Тут не вылазит за края, тут не вылазит. Ну, в принципе, сейчас сделаю поменьше. Пускай покуда будет так. А в следующем занятии, когда мы будем уже с вами рисовать низ шапки, форму подписки, мы уже посмотрим, как этот фон выставить более равномерно, так скажем. Итак, друзья, в принципе, на этом все. Надеюсь, первое занятие, самое скучное, вам понравилось. И ждите следующий урок, я его обязательно выложу для вас сам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!